Не понравился пляж абсолютно. Смотрите, на вид клоу-бассейн сосушек. Все в туфляцию. Что такое, блин? Этот отель странный. Как здесь можно заниматься? Объясните мне. Кошмар. Вы же сюда не отдыхать приехали. Это вам Пальмут Спортбиле. Всем привет! В этом видео вас ждет горящий обзор на суперспортивный отель Пальмут Спортбиле. Поехали! Этот отель отлично подойдет для спортсменов, которые любят режим, пешие прогулки, не объедаться в Ол-Инклюзию. Атмосфера отеля позволит вам всегда быть в тонусе, не даст вам расслабиться и ждите постоянные сюрпризы. Голодают даже собаки. Так лохеровые в Ол-Инклюзию. Ничего не дают, блин. Ну а теперь серьезно. Если вы хотите хорошо отдохнуть, не потратить деньги, пустую, не испортить себе настроение и отдых в целом. Если вы хотите вкусно питаться, хотите хороший пляж, нормальную атмосферу, хороший сервис, даже не думайте брать путевки в этот отель. Сейчас мы приберем. Уборки уже не было. Когда приходили убираться, мы были в номере, но у нас уже нет 2 часа. Пришли и мы убраны. Давайте начнем по порядку. Мы всегда отель оцениваем в соотношении цены и качества. Какие услуги там предоставлены, какая атмосфера, питание, пляж. Этот отель везде в минусах. Я не знаю здесь особых плюсов. Действительно, вот реально только для спортсменов, кто любит вот такой отдых. Но при одном условии, если будет цена адекватная, низкая, цена этого отеля на июль 2022 года мы полетели за 136 тысяч рублей. Минимальная цена могла бы быть 104 тысячи рублей, но было бы меньше ночей. Плюс у нас сдвинулся перелет на полтора недели и уже с каждым разом там цены дорожают. Поэтому лучше брать по раннему бронированию. Этот же отель доходил до 150 тысяч рублей, если бы вылет был несколькими днями позже. Мы пока вот просто не привыкли, наверное, к этому ценообразованию в 2022 году в связи со сложившимися всеми этими обстоятельствами. Мы все помним, как мы могли поехать в Турцию и отдохнуть в районе 120 тысяч рублей. Здесь будет классный отель, все включено, где классная анимация, питание, море, первая береговая и все вытекающие. Здесь за эту же цену нет ничего. Я не знаю, как будет с ценами и дальше. Может быть, за эту цену это будет супер отель. Но если судить по 2021 году, я бы в такой отель, ну если только за 50 тысяч рублей поехал, но не за 130-150 тысяч рублей, ребята. Главный минус это само расположение отеля. Третий береговой это явно особо не назовешь, потому что бывают третий береговые, с которых можно еще добраться как-то пешком. Минут 10 ты идешь красивой там дорожкой и ты уже у моря. Здесь ты не доберешься пешком никак. Ну может быть, если идти там, не знаю, час-полтора. Территория вокруг вся заброшенная, везде пустыри, разруха, грязь, какие-то собаки. На балкон не выходим вообще, потому что там нечего смотреть, вид ужасный. Вид на наш отель и все, что окружает его. Дорога туда, билег. 30-35 минут ходьбы пустырь. 40 минут ходьбы туда по дороге и будете в парке легенды. По этой дороге, когда идти либо в легенду, либо в билет, нет тротуаров. Идешь по этой дороге, где постоянно пролетают вот эти машины. Если на главной дороге ты пойдешь, там будет тротуар, и тебе каждый проезжающий автобус будет сигналить заранее, как бы оповещать, чтобы вдруг влево-вправо ты никуда не сдвинулся. Здесь же отсутствие тротуаров. Ты ходишь просто по дороге, передвигаешься то налево, то направо, где будет более-менее безопаснее. Вас будет ждать вот такая дорога. Мы сейчас на обратном пути. Но приготовьтесь, что 35-40 минут вы будете идти мимо каких-то мусорок, пустырей, недостроев. Это нормально. Просто идите всегда прямо. И вы придете в наш родной спальнинг Спортс Берег. Если вы расстроились, в какой отель вы попали, расслабьтесь и выдохните. Посмотрите, есть еще и пахнет. Не волнуйтесь, если вы остались голодными. В отеле есть вот такие какие-то магазинчики. Но, по-моему, он даже один. Ход в отель. Здесь у нас небольшая детская площадка. Детская куба-то навряд ли назовешь. Но, побыть детишки здесь могут. Что у нас тут есть? Столики, шкафчики разломанные. Понятно, почему здесь нет детей. Помимо того, что территория отеля очень маленькая, здесь абсолютно она не зазелена. Нет местечка, где бы укрыться от солнца. Когда солнышко уже начинается, вся летняя веранда с этими столиками под солнцем. Делать всевозможные лужайки, там тоже не посидеть. Ты просто как на каком-то пустыре. Плюс еще постоянно проезжают какие-то непонятные старые машины, потому что здесь сквозная проселочная дорога. Если мы идем дальше, то по левую сторону бассейн и тоже бар. По правую сторону еще один корпус. Довольно старенький и поношенный внутри. Здесь вход в лобби. Абсолютно небольшой. Кондиционеры работают плохо. Особо от жары здесь не инцепляющиеся. Бассейн. Небольшой здесь. Дальше. Стишки. Здесь должны тоже продавать, вероятно. И небольшой барчик, но пусто. Никого нет. Трэш это фитнес-зал, который всегда пустует. Эти убитые все уже тренажеры, ковры полностью. Опять вот это какая-то антисанитария, грязные полы. Нет кондиционеров, ребята. В общем, все сделано для того, чтобы там никого не было. Ну вот так. Душно. Кондиционера нет вообще. Как здесь можно заниматься? Объясните мне. Кошмар. Можно умереть от сердечного приступа. Ребята, потому что это спорт, миле. Спорт для настоящих и сильных духом людей. Ужасно жарко, душно, как в сауне. Худшего отеля, ребята, я еще не видела. Вот я отдыхала в 12-м году в Кемер Дрим. Это троечка. И я, знаете, так уехала оттуда с такими хорошими впечатлениями. Я думала, что тот отель был худшим в моем списке в Турции. Но нет, ребята. Этот отель побил все рекорды. О, еще одно хочу показать фишечку вам. Вот видите, у нас здесь как бы отель, да, и дорога. И вот чуть мы пройдем дальше. Там вообще обычная проселочная дорога, по которой ходят, ездят все подряд. Это все еще территория отеля. Здесь бассейны. И сразу же вот эта дорога. Вот еще забавы для детишек. Можно шахматы наиграть. Такое небольшое поле, но здесь жара. Естественно, никаких детишек здесь нет. Бассейн побольше. Шезлонги. Можно скрыться от солнышка в теньке. И небольшой барчик здесь. Вот это все, ребята, территория Фальма Спортс. Дальше вот как асфальт заканчивается, начинается проселочная дорога. Если идти прямо, она выведет к основной дороге. Внут, наверное, 20 идти. И будет основная дорога, где уже ходят различные автобусы. Можно добраться, потом сесть на автобус. Бон Белик, Липа Легенды. Местный отельный магазинчик. Блокнотики-то по типу, как мы взяли. How much? I don't know. I need a boss maybe change. И тоже мухи. Давайте же по пунктам. У меня здесь распечатка с расписанием и с перечнем услуг. Завтрак у нас с 7.30 до 10.30. Никакого второго завтрака, как в нормальных отелях. Нужно отметить, что завтрак очень плохой. Минимальное количество блюд, но максимальное количество мух. Сами посмотрите. Наша столовая. Я вам покажу наш шикарный вид из окна. Потому что он заслуживает отдельного внимания. Здесь у нас есть литератная терраса. И наш вид из окна. Посмотрите на эти шикарные турецкие просторы. Мешки и пакеты с ветром пролетают. Не на тебя. Так. Ну давайте же я вам покажу, что у нас здесь есть. Картофельные штучки все. Сосиски. Овощи. Блины. Берем всегда вот эти салазья. Грелочки здесь есть. Тошечка вареная. Вот и супчик. Суп из зеленой чечевицы. Хлеб. Вот эти джемы мы в основном берем, чтобы без мух, ребята. Отвратные совершенно помидоры со старым сыром. Здесь у нас яичница с мухами. Видите, как она прекрасно здесь сидит. Рис с молоком. Какие-то варенья или что это тоже с мухами. Вот насколько я обожаю сыры, но даже здесь не их как-то аккуратно кушать. Но все равно берем в основном с снизу овощи с мухами. Овощи с мухами, яблоко и все. Хлопушки с молоком заедают здесь, когда завершена помощь персонал, они просто делают зубочистку, бовыряют здесь это отверстие и там снова все себе польется. Овощи с молоком, которые из него, котлеты, запеченные в духовке. Только это не котлеты, это вообще перки. Сегодня я даже не вижу вареных яиц. Обычно мы берем лук, чтобы без мух и максимально не наварить в желудочно-кишечном тракте. Так как нет вареных яиц, омлет, он готовится хотя бы сразу и сильно не успевает залеживаться. Также круглую картошку, минимизируется прицепление с мухами и будем сейчас пробовать колбаску. Она с какими-то шкварками черными, с пережаркой. Абсолютно невкусная колбаска, но зато у нас здесь, посмотрите, шикарный вид из окна. Несмотря на то, что в зале есть в столовой три кондиционера, там всегда жарко, душно. Ряд столов возле окна постоянно не заняты, потому что там палящее солнце, сидеть просто невозможно. Обед с 12.30 до 14.00. Ребята, время обеда у нас. Здесь, кстати, есть тип-бокс за шикарное обслуживание. Остатки каких-то котлеточек, котлеты, гриль. Остатки риса, может быть, будет аппетитно. Одни мухи только. Здесь у нас тоже фрукты, мухи, как обычно, куда же без них. Ох, красавица. Здесь тортики, какие-то смеси. Это, естественно, я ничего не пробую. Все, что с соусами, все, что может портиться. Мухи, овощи, радуга. Отварные пикини, как обычно, с мухами. С мухами, да, родим, с мухами. Нет, мухи, или с летающими, я имею в виду. Картофель с овощами. С этой стороны у нас хлебушек. Здесь у нас супчик. Супчик у нас куриный суп с тонкой лапшой. Но это, по-моему, не куриный или куриный? Я не знаю. На томатный похож. Это больше с томатом. Без мух? Нормально все там? Скорее всего, с крахмалом. Такой густоватый. Зелень. Соусы. О, здесь даже у нас жареная рыбка, рыба на гриле. И курица на гриле. Сатей из брокколи. Макароны. И сапогетти с соусом наполитан. Мусорка. Здесь мусорка, там. Попадаются чашки с губной помадой. С какими-то отпечатками, ошметками. Ну, я не знаю. Я такого не видела ни в одном отеле. С 19.00 до 20.00. У нас ужин. Никакого тоже позднего ужина нет. Смотрите на вид клубосей. Сосошек. Это явно ни день, ни два. Служит здесь. Сыр. Сыр тоже весь подсушен. Пока стоишь, накладываешь, мухи тебя обрепляют буквально везде. Стала пробовать сейчас рис и вот эту курицу. А она вообще холодная внутри. Она просто была в холодильнике. Куда-то ее кинули. Наверное, в этот чан чуть-чуть. Очень холодная. И рис как будто то ли не проваренный. Попробуем эту курицу. Надеюсь, она-то хотя бы теплая. Не из морозилки. А эта курица теплая. Вот эта свеженькая, более-менее нормальная. А вот эта курица уже не свежая. Ужас. Эта курица постоянно бродит какой-нибудь из персонала и убирает крошки. Прямо во время. Причем он может убирать эти крошки. Буквально вот ты сидишь за столом. И он тут же что-то там скрипется под столом. Рыбка, кстати, была вкусненькая. Молодцы. Вино. Первый раз здесь вообще в этом отеле пробуем. Не понравилось слишком, слишком кислое очень. Например, вот в Гринмаксе вино намного вкуснее. Десерт весь одинаковый. Внизу как бы тесто, сверху это что-то с творогом. А верхушечку они просто заливают по-разному. Я думала, будет хуже. Есть можно. Есть небольшие периоды, когда ты можешь хоть какой-то там бургер урвать в одном из ресторанов. В другом ресторанчике, который в лобби, там нет ничего, кроме пакетиков чая. Воды, пива, никаких снеков, ничего такого. Еще один большой минус. Ночная еда с 23.00 до 23.30. Представляете? Все. Кто не успел, тот не съел. Так, ребята, сейчас я покажу вам, что есть в сентябре. А ничего нет. На поздний ужин здесь только сухой кузы. Один вариант. Больше ничего. Ну и, если что, есть еще хлебушек. Приятного аппетита называется. Объесться здесь точно не удастся, ребята. Поэтому за фигуру можете быть спокойны на этом облике. Когда везут на пляж, он же отсюда далеко, выдают бумажечку на двух человек. Там пишут от руки. Можем взять в том ресторане. Это ресторан не от нашего отеля, а от другого. Снеки и угощения. Одну, а может быть, даже две бутылочки воды. Но мы этой бумажечкой даже, если честно, не воспользовались. Уж не знаю, насколько там съедобно. Добираться до пляжа – это вообще отдельная история. У меня несколько видео, как мы добирались на этом супер-шаттле. Если вы думаете, что вас будет ждать комфортабельный автобус с кондиционером, с водителем, в белой рубашечке, в галстуке, в черных брючках, конечно же, этого ничего не будет. Это обычные раздолбанные старые газель, в которые, я не знаю, местные даже, наверное, не ездят. Обычные местные автобусы, они и то чище и комфортнее, чем то, на чем возят туристы. Каким нужно быть директором отеля, администратором, чтобы вообще возить гостей на такой развалине, где буквально пока ты едешь, что-то там на весу отваливается. Очень небезопасно, особенно с маленькими детьми. Это у нас тут очередь в супер-шаттл. А на жаре все туристы уже маются. Все против туристов. Вот все, чтобы вы окрылись в какой-то античность, что-нибудь. Вы же сюда не отдыхать приехали, это вам пальмит спорт. Везде вот такие поломанные ручки, они повсюду. И если, не дай бог, резкое какое-то там движение, мало не покажется. Кондиционеров нет вообще нигде. Законит. Продолжение следует. Получается. Девушки отдыхают. Вот тут, где-то там шатка. Это жарко. Вот здесь, там пища так жарный. Ах! Ах! Не понимают по-русски вообще ни один, ни другой, ничего толком объяснить. И получается, они даже не каждый час здесь забирают. Нужно еще договориться с ними, потому что сейчас они приедут только через 2 часа. Вот мы даже не знаем, куда идти. Вот, в принципе, уже море. Море видно. Расписание шаттла крайне неудобное. Первый шаттл отправляется из отеля в 9.30, потом он едет раз в час. И даже есть огромный прогал. Например, в 11.30 он отвез, и в следующий раз из отеля он будет в 14.30. То есть, если ты не успел, а шаттл не ждет, если там уже есть народ, он даже не сидит ни минутки, плюс даже может уехать чуть пораньше. Поэтому за 5-10 минут лучше уже быть там, как вот эта толкучка постоянная и творится. Последний шаттл уезжает с пляжа в 18.00. То есть, остается самое время, когда безопасно быть на солнышке, можно нормально позагорать. Это время мы просто пропускаем. Вчера первый раз, когда нас высадили сюда, это было просто ужасно. Они не разговаривали абсолютно по-русски. Ничего не понятно, куда идти, где именно в территории нашего отеля. Еще нам дали квиточек, его дают на пару, чтобы один раз в день можно было на пляже что-то там взять, какие-то смейки. Мы вчера этим даже и не воспользовались, потому что сам пляж тоже нам не понравился. Как будто ощущение, что городской пляж обычный, он и то более ухоженный, чем вот здесь. И вообще народу там практически не было. И мы поняли потом, они просто развредались по другим зонам пляжа, где более комфортно, более красиво. И пляж полупустой. Естественно, вчера мы снеками этим тоже не воспользовались, потому что абсолютно было непонятно, в каком именно ресторане. Активировать там несколько их таких. Первый раз мы когда пришли, оказались не на своей зоне. Побыв там минут семь, к нам потом подошли, видимо, обслуживающий персонал. И сказали, что вам здесь нельзя находиться, отойдите в другую сторону. И мы взяли свои балуи и побрели потом влево. Мы встретили там парочку из ОМОН отеля, это тоже здесь поблизости. Так вот, эти девушки из ОМОН, они были рады, что попали именно туда, потому что у них это каждый день там в бежухе. Это отель 16+, без детей. И, в общем-то, в следующий раз приезжайте обязательно сюда, вам точно понравится. Поэтому имейте в виду, ОМОН и вот наш отель, они плюс-минус в одной ценовой категории. Если что, то точно не поймут спортбилег, а вот этот ОМОН 16+, ну, если вы без детей, естественно. Не знаю, насколько вообще актуально приезжать сюда с детьми, потому что та детская площадка, те условия, и тот мини-клуб, который здесь находится. Ну, у меня бы, честно говоря, язык не повернулся, так преподнести. Плюс анимация отеля, она здесь вообще никакая. Здесь вот есть сцена, и она почти всегда полупустая. Там либо караоке, либо просто играет музыка, никого нет. В общем, каких-то массовых таких мероприятий, концертов, представлений, здесь ничего этого нет. В баре ничего нет, делать нечего. Все лучше? Отель наискучнейший. И, скорее всего, действительно, сюда просто раньше приезжали турецкие семьи. Даже вот вчера вечером мы сидели на летней террасе. Рядом сидела девушка со скучным видом, к ней тоже подходит кто-то, вызывает на дискотеке всех. И она жаловалась, как ей здесь скучно. И неинтересно, что раньше она приезжала в отель, и было все по-другому. Но нужно приготовиться к тому, что если вы едете в этот отель, все равно нужно запастись деньгами, чтобы выезжать вообще из этого отеля. На территории, вот если вы приедете с последним шатлом 18.00 сюда, ну, поужинаете вы. Ну и все. Либо сразу же ложиться спать, либо куда-то уезжать, потому что здесь делать абсолютно нечего. Ежедневная уборка номера смены полотенец. Это вообще отдельная тоже история. Это была самая худшая уборка в номере. Начиная от того, что ни разу не менялись белье, оно уже все грязное. Полотенце то меняют, то не меняют. Через раз за всю неделю, наверное, поменяли частично, может быть, один, максимум два раза. Только иногда здесь меняют полотенце. И даже, как написано на этой табличке, что полотенце оставленное на полу, значит, нужно его заменить. Но вот полотенце, которое у нас остается тоже здесь на полу, его заменили, наверное, за все пребывание за неделю только дважды. Однажды вообще было такое, что полотенце, которое было на полу, его грязным повесили сюда. Здесь было два полотенчика. Я даже, у меня мыслях даже не было. Я по привычке просто умылась и сразу же обтерлась и вижу, что вот эта вся грязь, это полотенце с пола. То есть это удивительно. Никогда такого в жизни ни в одном отеле не было. Так, здесь у нас душевая кабина. Не работала, вот отходил, видимо, вот этот шланг, он пропускал. Это мы все тут сделали. Вот этот крючок сломался тоже через несколько дней. Чудо-вытяжка, конечно, когда ты моешься. Отсюда прекрасный вид. Различные вот шампуньки и прочие тебе это кладут. Ну и, в принципе, всегда в коридоре тоже есть. Можно просто подойти, если что, и взять. Потому что то, что положат они, этикетки одинаковые, только надпись разная и наполнение. Они могут положить везде кондиционеры и ни одного шампуня. Поэтому мы просто туда уже привыкли, приходим, берем все, что нам нужно. Здесь у нас прихожая, есть сейф, есть вот такой холодильничек, столик туалетный. Ну, здесь, в принципе, претензий никаких нет. Все так нормально, стандартненько. Кроватушка. Самое симпатичное в этом номере это вот этот стул. Смотрите, какая красота. И шикарный вид на балкон. У нас последний этаж, поэтому все хорошо видно. Прекрасно. Горы. Стройка. Что еще можно желать? Приезжай на отдых. И вот здесь даже у меня есть вот пожелание. Почему нельзя сделать немного пологие вот такие уклоны? Радует, что кондиционер работает исправно. Иначе здесь можно просто сжариться. Здесь тебе просто застилают постельку. Постелька уже грязная. Вот это все ничего не меняет. Вы можете заметить, как это уже все пачкается. Просто покрывается покрывалами, подушечки. И все, уборочка есть. Можете видеть, какая здесь грязь. Пыль тоже везде. Ни разу здесь не было влажной уборки. Просто все это убирается по верхам. Нету мусорного ведерка здесь под какие-то тоже отходы. Мы как взяли в дьюти-фри вот эти виски, положили сюда эту коробку. И она у нас тут валяется всю неделю. И даже эту коробку с мусором никто у нас не убирает. Здесь отсутствуют таблички не беспокоить и убраться. Например, сегодня я вот была в ванной комнате. И мне вот эти стуки. Хаускипинг, хаускипинг. Я сначала помолчала, но нет, там такие стуки. Я говорю, занята, подождите. Они окей. И все, и не пришли. И за целый день, вот нас не было несколько часов, они даже не пришли и не убрались. Либо у нас тоже получилось, мы спустились ненадолго вниз, просто до интернета, поднимаемся наверх через 5 минут. У нас уже здесь вовсю убираются. Нам нужно было уже уезжать на шаттл, потому что он отъезжает через 5 минут. И ждать, когда она здесь приберется, она сказала, что ей нужно буквально 5 минут. Тоже неудобно. И она не понимает. Мы буквально 3 минуты не могли договориться, кто же выйдет из комнаты. Потому что мне нужно было принять ванную, собраться, одеться, плохо понимает. По-английски вообще буквально ничего, просто какие-то свои стандартные фразы. Вот такие, казалось бы, мелочи, но они тебя действительно тоже выбивают из этого релакса, который должен был бы быть, а его здесь попросту нет. В общем, время 12 часов ночи доходит. Мы только зашли в номер. У нас не было вообще здесь целый день. и просто невозможная вонь от унитаза. Как будто что-то с канализацией. Мы сейчас вот все проветриваем. Все там закрыли. Если сейчас это все не пройдет, не знаю, надо будет просить, наверное, другой номер, чтобы нам дали. Пришли что-то чистить там. Фух, невозможно вообще. Запах не проходит. Ты типа должна прийти? Ай, ужас, блин, еще это и филе воняет. Что такое, блин? Этот отель страданий. У нас четвертый. Спускаемся на третий. Третий этаж такой же, как четвертый. Просто серые стены. И все то же самое. Второй этаж можно считать VIP-этажом, потому что, во-первых, здесь Wi-Fi ловит от лобби. Доходит вот здесь, именно в этом месте. И здесь уже плиточка на полу. Попросторнее этот этаж. Верхний он вообще как чердак. Быстро очень нагревается. Здесь уже попрохладнее. Заселились в отель. Им тоже обещали, что будет Wi-Fi везде. И в номерах. И что там новый отель. Такой шум, что сейчас позиционируют его. И чаще продают, наверное, чем раньше. Персонал не то, что даже не исправляется. Они даже не привыкли к такому наплыву гостей. Поэтому они, как раньше, наверное, работали, не здороваясь, вот с такими вот лицами. Ни разу не услышала за все эти люди, чтобы с тобой поздоровались, пожелали хорошего дня. Такое ощущение, что они все ждут, когда на них начнут ругаться. Потому что очень часто каждый день здесь постоянно хуристы что-то сполдавят, что-то недовольны. Потому что цена довольно большая, а обслуживания ничего нет. И вот люди тоже пришли. И вот мы сейчас вот с ними обсуждаем. Тоже недовольны, крайне недовольны. Вообще обслуживание всем. Только двое, кстати, на ресепшене. Здрасте, говорят по-русски. Остальные даже персонал по-русски не знают, как пиво, вода. Турецкая баня, сауна парная. Это отдельный трэш. Посмотрите, убедитесь, понятно, почему там никого нет. Так, сейчас пойдем посмотрим баню и сауну. А не посмотрим, да? Можно посмотреть? Нет света. Когда посмотрим, не знаем. А мы уже сегодня последний день, поэтому не снимем вам эту шикарную сауну. Что там еще входит? Турецкая баня бесплатно. Кто сказал, что турецкая баня? Там турецкая баня написано. Ну, а в нас в перечне услуг написано, что турецкая баня, сауна бесплатно. Посидеть в сауне можно бесплатно. Да? Турецкая баня подразумевает работу, что и делать с помощью пены. Еще написано про Wi-Fi отдельно. Там тоже есть платные номера. Но этой функции на самом деле тут нет. Только Wi-Fi в лобби, который бесплатный. Немножечко. Хотим отправиться снова в сауну, в спа. Покажем, что там. Но, честно, сами не пробовали, даже не хочется. Мы посмотрим там, что у вас. Покажете? Это массаж. Это массаж. Почему-то не тепло здесь, да? Ах, так отказаться тоже давай. Тухлятиной какой-то, да? Смотрите, занавески какие, ребята. Смотрите, я говорю, здесь все втухлятиной. Почему-то вот этой плесенью в зерусстве пахнет с самого начала там. Да, конечно, пожелания здесь сидеть даже не возникает. Сразу же спускаешься, как в ботфан затоплый. И запах канализации, плесень. Понятно, что там никого нет и не будет никогда. Это просто ужас. Но мы были бы, наверное, не такие счастливые, если бы отдыхали все время в этом отеле. Но на наше счастье, основную часть времени, мы отдыхали в другом отеле. Green Max. Это уже совершенно другая история, другой обзор. Этот отель я, конечно же, рекомендую и советую. Поэтому обязательно посмотрите обзор на него. А на этом все. Я надеюсь, что вам понравился обзор на этот отель. Он очень поможет многим не совершить ошибки. С вами была Алла. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Делитесь этим видео. И смотрите другие обзоры на отельный отдых. Всем хорошего отдыха. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok